Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной рассвет. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Тесла вчера пампанула на тех новостях, что голосование по вознаграждению для Илона закончилось положительно. И вчера также было собрание акционеров, но я еще не смотрел результаты. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. В этом видео посмотрим на графики по биткоину и также альткоинам, которые я держу. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. Многие альткоины вчера упали, и трейдеры попали в ловушку. Тесла плюс 3%, GME плюс 14%, NVIDIA плюс 3,5%, в какой-то момент там было плюс 6%, но затем цена откатилась. И на Тесла формируется большая перевернутая головой плечи там формируется. Если мы переключимся на недельный таймфрейм, мы увидим большую перевернутую головой плечи и основную желтую трендовую линию. Но похоже, что многие начали терять доверие к Илону из-за его постов и публичных высказываний, и получается, что Илон начал вот это все твитить и как бы, типа, что он сам себе создал проблемы. Вот что я имею в виду. Тем не менее, я бы все-таки не закрывал позиции на Тесла. Почему? Потому что формируется огромная перевернутая головой плечи. А что такое перевернутая головой плечи? Я сейчас объясню. Вот это обычная голова и плечи, то, что сейчас на биткоине, а это обратная голова и плечи. Это то, что я думаю, будет происходить на Тесла. Тесла сейчас находится в большом симметричном треугольнике. Внутри создается давление, давление, и выходим вверх. И Тесла, на мой взгляд, готова сделать именно это. Уже оттолкнулась от желтой трендовой линии. Там я как раз покупал. А посмотрите, выходит вверх из нисходящего треугольника. Но вернулась обратно. Интересно. Вообще, на таких хороших новостях Тесла должна была показать неплохой рост. Но она этого не сделала. Может быть, имеет смысл мне сократить позицию по Теслам? Или нет? Не буду сокращать, потому что Тесла стоит дешево. Но нужно быть все-таки осторожным, потому что что-то там не так. Теперь смотрим на Биткоин. Желтая трендовая линия, по которой Биткоин идет вверх. И если Биткоин будет опускаться вниз к этой трендовой линии, что, в принципе, он, по идее, и должен делать, то тогда он встретится с этой желтой трендовой линией. Где? Я бы сказал. Сейчас Биткоин зашел в боковик. На Биткоине можно увидеть двойную вершину, о которой я предупреждал раньше. И, честно говоря, я не думаю, что Биткоин удержится на этой желтой трендовой линии. Я думаю, что Биткоин может опуститься на 44 тысячи. И падают торговые объемы. Да посмотрите же на объемы. Я уже несколько недель предупреждаю об этих торговых объемах. Если вы помните, я практически все продал раньше. Падают торговые объемы. Легко. Да за нихрин делать. Может Биткоин упасть на трендовую. Даже и ниже. Я бы был очень осторожным, потому что Биткоин может опуститься на 44 тысячи. Но у меня стоят две торговые идеи. На 63 тысячи и на 59. А поймаю я разворот на 63 или нет? Вопрос. Смотрите. Чжих. Джих. Жжих. И падают торговые объемы. Я бы мог попробовать поймать разворот от 63. Поймал и продал. Быстро. На 59 можно открыть крупную позицию. Тоже поймать хороший жирный разворот. И продать там все. Но мне кажется, что пролетит Биткоин в 63 и не заметит. Я бы, наверное, все-таки отменил этот ордер на 63 тысячи. На балансе у меня 586 тысяч 300 долларов. Проседает баланс. Было 640 тысяч долларов. 20 тысяч я забрал отсюда для того, чтобы инвестировать в новую компанию Илона Маска. На максимуме у меня было 920 тысяч долларов. Это в марте. И я там закрыл многие позиции. И 100 тысяч долларов я отсюда забрал. А еще трачу деньги с этого аккаунта. Начинал-то я его со 150 тысяч. То есть, получается, все еще неплохо заработал. Но все-таки потерял 200 тысяч. Или... Да нет, что 200? Поменьше. А может и 200, а может нет. Наверное, все-таки 100. Но на максимуме было 920 тысяч. И там было самое лучшее время все закрывать. А я всех предупреждал, что там нужно закрывать. Ну хорошо. В общем. У меня тут стоят заявки. На 3 биткоина по 63 тысячи долларов. Но теперь я думаю, что биткоин пролетит этот уровень. Поэтому поставим на 58 тысяч долларов. Будем рассчитывать на панику на рынке. На 10 биткоинов зайдем по 58 тысяч долларов. Ну хорошо. Или нет. Давайте. 10 биткоинов по 58 тысяч. Сколько там получится? Давайте прям посмотрим. Даже с плечом. Если 10 биткоинов. 10 биткоинов по 58 тысяч долларов. Заходим в лонг. 10 биткоинов. Это обойдется мне в 30 тысяч долларов. Размер позиции 580 тысяч. Прекрасно. Размещаем. И также стоит заявка на миллион доджкоинов по 0.115. Но я думаю, что доджкоин... Доджкоин тоже... Что доджкоин? Доджкоин тоже будет падать. Вот он доджкоин. Бенби тоже. Смотрите, Бенби падает. Сильно так. Ребята, я буквально предсказал вершину рынка в марте. Потому что все падает. Вообще ничего не растет на хороших объемах. Идет тупо распродажа. Здесь вроде собирался выходить из треугольника. Но не вышел. Вернулся в него. И вышел вниз. Я-то всех предупреждал же. Вот я говорил, что восходящий треугольник такой. И все нужно закрывать. И доджкоин вышел вниз. А цель по доджкоину 11 центов. Там нужно заходить. Если вы продавали вместе со мной в марте, и я там уже начал делать предупреждение, что продавайте, сам все продал, то в принципе с вершины уже мы опустились на 40% с тех пор, как я все продал. Вот я покажу вам на твиттере, смотрите. Подпишитесь на твиттер, 85400 у меня подписчиков. Но почему-то я в теневом бане в твиттере. Потому что у меня плюс-минус 1000 подписчиков каждый день. 85000 и все. И не растет. Вот напишите прям письмо в твиттер. Скажите там Илону. Разбань Джеймса Гриптагуру. Я предупредил 5400 человек. Я такой говорю, биткоин пампит, но с этим что-то не так. Что-то не хватает. Я надеюсь, вы прислушались к моему предупреждению и не попали в ловушку. И вот когда я продал, 17 марта 2024 года, предупреждение по биткоину и доджкоину, я продаю. И это было четко, когда это было. Вот смотрите, я продал, когда там этот пост был, какая дата? 17 марта. 17 марта я продал. Я продал вот здесь, 17 марта, доджкоин и биткоин. Вот здесь продал. А затем, вот здесь я купил, а вот здесь я продал. А теперь доджкоин. Вот падает, посмотрите, как падает. Да, ну короче, 11 центов, хороший уровень купить доджкоин. Да-да, 11. Все будет падать. Готовьтесь, на рынке будет паника. Нужно было, конечно, больше сократить позиции, все позакрывать. Может быть, я сделаю это сейчас или не сделаю. Можно, конечно, сократить позиции. Да я уже посокращал, правда. По ворлдкоину, по покету, по доджкоину. Все это посокращал уже. Доджкоин у меня на 25 тысяч. Покет на 16. По процентам давайте посмотрим. Биткоин 14% у меня. USDT 50%. MCRT 16%. Сократился по юни до 7%. До доджкоин 5%. Покет 3%. В рудкоин 2.8%. Я сократился перед этими падениями. Поэтому баланс у меня не проседает, пока падает рынок. На самом деле. Потому что я сократил свои позиции. Но биткоин может еще упасть. Может и там распродажа быть. Ну хорошо, давайте сократимся в половину. Или давайте на 25% лучше. 0.26 биткоина. Ордер размещен, заполняется. Уже исполнен. Что за дела? Очень большое давление продавцов. MCRT. Юнисвап. Держится пока Юнисвап. Но я думаю, что если будет коррекция на рынке, то провалится июня. Да и все остальное. Поэтому лучше продать сейчас и перезайти позже, после коррекции рынка. Но на Юнисвап есть объемы. Но похоже, что тоже будет падать. Должен был выходить из этого треугольника. Но похоже, что не вышло им. Возвращается обратно в треугольник. Большая чашка с ручкой на Юнисвап. Довольно неплохо выглядит Юнисвап. Но опять же, основная желтая трендовая линия. Видите эту желтую трендовую линию? На нее всегда нужно смотреть. Желтая, основная трендовая линия. И если Юнисвап пойдет к этой желтой трендовой линии, то тогда получается, он опустится на 7 долларов 40 центов, возможно. Хорошо, давайте сократимся и по Юнисвап. Продадим 50% Юнисвап. Ну, хорошо. Давайте поставим ордер на 5000 долларов. 5000 долларов. И затем поставим еще одну заявку на 5000 долларов чуть повыше. 5000, 5000. Это на сколько я сокращаюсь? Упс. 5000 и 5000. Это у меня останется на 26 тысяч долларов. Нет. Нужно сократиться больше. Продадим еще на 5000. Эти ордеры, кстати, уже заполняются. И поставлю еще на 5000 долларов. Где-то чуть повыше. Да, давайте поставим еще на 5000. Сокращаю позицию в Юнисвап. Сокращаю. Насколько я сократил Юнисвап? До 16 тысяч долларов. Ну а теперь давайте на Доджкоин перейдем. А, нет, подождите. Нужно же поставить еще заявку на покупку по 7 долларов 40 центов. Я очень сильно сокращаю позицию на Юнисвап. Теперь у меня осталось только на 3 процента Юнисвап. Биткоин 10, Доджкоин 5, Покет 3, Ворлдкоин 2,8. Да, вот хотел же поставить ордер на покупку на Юнисвап. По 7 долларов, но у меня стоит на 9. Давайте отменим. Не очень хорошая цена. По 9, братья. Думаю, что все так упадет сильно. Поэтому поставим на 7 долларов 40 центов. Возьмем на 30 тысяч долларов Юнисвап. Чик. А, это же не продажа, покупка. Покупаем на 30 тысяч долларов. Подтверждаем. Теперь Покет и... Давайте, может быть, на Доджкоин сначала. По Доджкоину, что 5% у меня в Доджкоине. А в долларах это получается сколько? 25 500. Не так уж и много. Но, давайте посмотрим на график, что там может произойти. 14 центов. И похоже, что да, все будет падать. И Доджкоин тоже будет падать. Хорошо, что я сократил позицию раньше. Помните, вот здесь вот я сокращался. А теперь-то всего на 25 тысяч у меня Доджкоина. Но не похоже, что прекращается это падение. И может дойти Доджкоин до 11 центов. Но у меня там стоит заявка на 11 центов, на 181 тысячу Доджкоинов. Давайте скорректируем эту заявку. Возьмем на 30 тысяч долларов по 11 центов. Примерно так. Ну, ладно. Не знаю. Может быть на 150 тысяч. Или оставим лучше как есть. 180 тысяч Доджкоинов. Слишком крупные позиции открывать все-таки опасно. На таком рынке. И если ты уже все продал на развороте, то теперь нужно торговать аккуратно. До тех пор, пока мы точно не увидим, что это уже дно. По Доджкоину. А мне же, кстати, на деривативах еще заявка. Хочу зайти в лонг на 1 миллион монет. По 11 центов. Но там по-любому будет отскок от этого уровня. Что еще есть? Покет. На 17 тысяч долларов. Ну, хорошо, что я и по Покету сократился. Потому что Покет сильно так провалился. 0.98. Хорошо, что я сократился. Поддержки не видно. Вообще не видно поддержки. Просто свободное падение. Весь рынок так падает. После того, как я предсказал вершину. Ну, а здесь уровень поддержки на 0.077. Ну, хорошо. Все это уже вершина рынка. Что нет восстановления. Не видно. Сколько там у меня Покета? Я уже сократил позицию в Покете. У меня сейчас на 17 тысяч. Но он будет падать. По-любому. Поэтому. Вот дерьмо. Да нужно было закрывать все. Вообще все нужно было закрывать. Когда я все предсказал, то надо было и закрываться. Или сокращаться больше. Давайте продадим на 5 тысяч еще. Или. Ну, ладно, на 5. Да, пускай. На 5 тысяч долларов. И затем еще на 5 тысяч поставлю ордер. Ордер немного выше от текущих. А затем я перезайду. Где-то пониже. На 0.077. Раньше там нет смысла покупать. Может быть даже ниже там поддержка. Будем покупать на 0.063. Скорректируем заявочку. 0.063. Ордер размещен. Посмотрим, как будет реагировать рынок. Не нужно было мне, конечно, покупать столько Покета. Но мне в принципе нравится Покет. Такая инвестиция в долгосрок. Ну хорошо. Расставили ордера. На Покет. На Юнисвап. На Доджкоине. Что еще? В Орлд Коин. Тут у меня уже стоит заявка на 3 доллара. Так что теханализ проводить не будем. Вам обязательно нужно пройти мои курсы по криптотрейдингу. Если вы торгуете и не прошли мои курсы, вы просто играете в рулетку. Поэтому идите под видео, находите ссылки и проходите курсы. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. А под номером 2 это ссылка на мои курсы. Там также курсы по трейдингу на фондовых рынках. И курс, который называется «Законы денег». Типа как мышление миллионера. Ссылка номер 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Ну что ж, на этом на сегодня все. Записываю видео в воде. На рассвете. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Довольно сложно записывать видео с мокрыми руками. Потому в следующий раз нужно следить за этим. А что я сейчас собираюсь делать, это отредактировать этот видос и выложить его. Я посокращал многие позиции, много что позакрывал. И теперь, если будет пролив на рынке, то это сильно не отразится на моем аккаунте. Если бы я не позакрывался, то я потерял бы гораздо больше. Я не знаю, больше 200 тысяч. И так-то я потерял там. Но потерял немного. Потому что я всех предупреждал. И надеюсь, вы прислушались. И сохранили деньги. А теперь будет паническая распродажа. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Это Джеймс Крипто Гуру. Новости, конечно, не очень хорошие. Но надеюсь, все-таки зайдут объемы в биткоин. Но пока что выглядит не очень. В конце концов, придем к такому моменту, когда начнется паника. Может быть, это будет уже сегодня. Берегите себя. Берегите свои деньги. Правило номер один от Ворона Баффета. Правило номер два. Помни о правиле номер один. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.